Когда начальник колонии заходит, надо говорить. Осужденный Байкулов. Привет, меня зовут Касс. Я был осужден в 2014 году по 228 статье на 8 лет общего режима. Отсидел половинку, 4 года и недавно вышел. Лишение свободы – это самое минимальное из тех приключений, которые с тобой могут произойти в тюрьме. У нас система таким образом устроена, что основное наказание не связано с лишением свободы. Оно связано с тем дискомфортом, который ты ощущаешь, находясь за решеткой. Это бытовой дискомфорт, психологический дискомфорт. Из бытового – да. То, что там тараканы ползают – окей. То, что там воняет, грязно, ничего не отремонтировано – окей. Камеры переполнены – да. Спишь по очереди – да. До сих пор встречающийся факт. То есть камера на 6 человек, а там сидит 15. Очень часто ты находишься в каком-то изолированном пространстве с такими людьми. Чем больше ты с ними находишься вот так наедине, тем тебе больше нравятся собачки, кошечки и те же самые тараканы. Есть камеры, где есть тараканы, а есть камеры, где есть клопы. Но нет камер, где есть и тараканы, и клопы. Но клопы, конечно, более неприятны. Они кусаются и там сильный дискомфорт доставляют. А тараканы, что, ползают и ползают. Прикольно. Хоть какая-то движуха. Ты можешь смотреть просто на стену, а можешь смотреть на стену, по которой ползет таракан. Первый СИЗО, где я сидел, Красная Пресня в Москве. Я написал твит по поводу того, что в камере там 10 человек, и на каждого человека приходится по 5-6 тараканчиков. И мы мирно сосуществуем, и тараканчиков старается никто не трогать из людей, потому что хрен знает, за что они там сидят. В 80% учреждений, где я находился, была возможность за взятку занести телефон и приобрести телефон у зэков или у копов. Никаких проблем не было. Опять же, здесь просто тоже такой момент. То есть копы, с одной стороны, продают телефоны, а с другой стороны, сами же их и изымают. То есть они рождают и спрос, и как бы предложение. Вот, например, вот такой элементарный телефон. Просто фонарик, который стоит на рынке 200-300 рублей. В московском СИЗО его цена может доходить до 10-15 тысяч спокойно. То есть люди платят эти деньги, потому что они платят не за телефон, они платят за возможности пообщаться. Даже вот такой, имея вот такой телефон, простой, с фонариком, ты можешь свой аккаунт в Твиттере подключить к сим-карте, и просто смс-ками отправляешь на определенный номер сообщения, и у тебя публикуется оно в виде твита. Я уже потом как бы задним числом анализировал вот эту историю, и каково мне было бы, если бы я не вел Твиттер. Просто у меня было два, как бы таких, я не знаю, как это назвать, режима. То есть я, с одной стороны, вел какую-то публичную деятельность, находясь в тюрьме, я там писал твиты, и был какой-то фидбэк, подписчики, и там помощь какая-то там от людей. Но с другой стороны, я ее никак внутри, типа самой системы не афишировал. То есть ни зэки, ни копы, ни полицейские, ни надзирательники, ни начальник колонии, ни там отрядник, никто не знал, что у меня есть такой канал. Мне легко представить, что было бы, если бы не было моего Твиттера. Да, я вот точно так же сидел бы, какими-то бытовыми там вещами занимался, общался с людьми, там занимался спортом, там резьбой по дереву, я не знаю. Если бы этого не было, то значит, видимо, я бы освободился и не издал бы книжку. Все, вот в этом отличие. Внезапно там, то есть я сидел в Твиттере, там что-то там писал, переписывался с кем-то, и залетели копы, начался там внезапный шмон, у меня забрали телефон, я не успел разлогиниться, и я нервничал, потому что я знаю, что они, когда телефоны забирают, они досконально там все проверяют, номера, с кем ты переписывался, с кем ты списывался. А я как раз переписывался с девчонкой, она у меня хотела интервью взять. И она мне прислала список вопросов, такие общие сначала, а потом уже типа конкретные, которые мою деятельность, ну, более чем, как бы, раскрывают там. И вот этот начальник оперчасти, который забрал у меня телефон, он меня через два дня вызвал, и мне говорит, ты скоро освобождаешься, я не буду тебе там портить, ну, твою там, как бы, ситуацию, да, сейчас писать выговор, там, у тебя УДО отменится. Я все твои там эти переписки, ну, видел там и так далее, я говорю, а что ты видел? Ну, я понимаю, что вряд ли он видел, потому что если бы он видел, то он бы как-то по-другому на это отреагировал. И он мне говорит, я видел там, как ты с этой девчонкой, как она тебе там тестовые вопросы какие-то присылала, мол, ты там тест какой-то проходил. Я говорю, ну, окей, тест, так, тест. Нам всем нужно понимать, что мы живем в России, и это такая среда, в которой ни один человек не может себе гарантировать, что он там завтра или послезавтра не окажется в тюрьме. То есть мы можем сесть за репост, за лайк, за, там, ну, за какое-то реальное правонарушение. Там, ну, мы, любой человек может оказаться там. В старости, в молодости, внезапно, там, резко, сразу и надолго, а может быть и выйти. Сама система тебя не будет исправлять, но ты, находясь в этой среде, да, в экстремальной, ты можешь сам себе какие-то задать там установки и стать лучше. Стоять! Стоять! Продолжение следует...